Было и стало. Разница очевидна. В детском оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка» завершился ремонт в нескольких помещениях. Результаты работ проверил Алексей Валов. Благодаря поддержке инвесторов и средствам из муниципального задания удалось произвести ремонт в достаточно короткие сроки. Уже определено назначение для обновленных помещений. Открываем дополнительные мощности, дополнительные емкости. На ее базе будет сделано еще классы для начальной подготовки школьной. Начальные классы. Плюс там еще дополнительно будут развиваться классы для обучения гражданской обороне и рабочей в чайных ситуациях. А в Доме офицеров здесь же в микро-районе Чкаловский проходила конференция областного отделения Всероссийской общественной организации «Ветераны вооруженных сил». В ней приняли участие Герой России, инструктор-испытатель авиационно-космической техники Виктор Рень, Прославленные космонавты и дважды Герои Советского Союза Петр Климук и Борис Волынов на встрече подвели итоги работы организации и определили задачи на перспективу. Также наградили медалями организации прославленных летчиков. Это прежде всего патриотическое воспитание нашей молодежи. Не менее важная задача – это поддержание и поддержка наших ветеранов вооруженных сил, неважно в какой ситуации человек окажется. Это и работа с группами ветеранов, это с ветеранами-участниками Великой Отечественной войны работа, поддержка их, и социальная поддержка, и финансовая поддержка, и моральная поддержка. Удалось добиться и значимых результатов. В минувшем году региональное отделение организовало три поездки для ветеранов по местам боевой славы – в Крым, Волгоград и Брест. Такие совместные мероприятия позволяют объединяться ветеранам из разных городов и даже стран, общаться и делиться опытом патриотического воспитания молодежи. Мы работу проводим очень хорошую, действенную, эффективную работу, которая полезна для ветеранов прежде всего. Мы понимаем, что государство должно получить в их лице надежную поддержку, надежную силу во всех направлениях деятельности. Первое, конечно, воспитание патриотизма, потому что они прожили все достаточно серьезную жизнь, заработали за эту жизнь достаточно серьезный опыт, который они с удовольствием передают молодым во всех видах направлениях деятельности. В рамках выездного совещания глава района также посетил недостроенный регбийный стадион в городском поселении Монина. Этот регбийный стадион в городском поселении Монина должен был принять спортсменов еще несколько лет назад, однако возведение объекта было заморожено. Возобновить работу удалось в конце минувшего года. Сейчас строителям необходимо решить ряд вопросов, в том числе по подключению к коммуникациям. Первый этап строительства включает в себя сдачу помещений восточной трибуны, входной группы, кладовых, котельной, очистных сооружений и другие виды работ. На четверг назначено совещание, объект будет строиться, в этом году, в сентябре будет дана первая очередь, он будет практически готов к тому, чтобы использовать по прямому предназначению. Для нас тоже очень важно. Регбийный стадион в федеральном уровне будет на территории Щелковского района, это здорово. Дарья Снегова, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».